Всем привет, дорогие друзья! Я решил вернуться в информационное поле. На некоторое время я из него выпал по причине отпуска и отдыха, в том числе от футбола. Футбола в моей жизни довольно много, поэтому периоды, когда все надоедает и хочется как можно меньше впитывать этот футбол в себя, со мной периодически бывают. Но вот этот период закончился. Завтра, ну для вас уже сегодня матч с Ювентусом, который, конечно, нужно впитывать от корки до корки и начинать задолго до, и после этого еще обсасывать и обсасывать. Я пропустил матчи со Спартаком и с Уфой. Спартак я не смотрел вовсе, мы в этот момент летели в самолете. С Уфой я зацепил второй тайм. Первый тайм я так смотрел где-то последние минут 5, наверное. В общем, не то чтобы у меня было много мнения по поводу того, что случилось в этих играх, проигрыш Спартаку и ничья с Уфой, но определенные мысли у меня есть. Они появились еще в момент игры с Ювентусом и затем, ну, немножко подтверждались, да. Посмотрим, как оно будет непосредственно во второй игре с Юве. Определенные моменты меня, к сожалению, настораживают. И, во-первых, да, это совершенно плохая форма Гжегоша Крыховика лезет тут. У нас в нашей схеме 4-1-4-1 огромная ответственность ложится на двух центральных полузащитников. Именно на них и была основная роль в оборонительной игре, в атакующей игре. Пока были травмированные Мирунчуки, сейчас Алексей вернулся и кое-как, да, он что-то там сооружает. То закрутит мяч с углового на Эдера, то там по перекладине шмальнет. В общем, что-то пытается делать. Но все равно в 4-1-4-1 главная роль остается за двумя центральными полузащитниками. И пока Байянов с Крыховиком были в своей великолепной форме, мы справлялись с Байером, мы справились с Зенитом. И все у нас было вообще хорошо. Но потом случился перерыв на сборные. И из этого перерыва, ну, Баринов и до перерыва на сборную, да, мы отмечали, что уже немножко выдохся. Но после перерыва обоих вообще уже не узнать. И Крых проводит, ну, просто полярные отрезки, да. Вот до перерыва на сборную это лучший игрок чемпионата. Сейчас это игрок, который может ни с того ни с сего ударить соперника внутри нашей штрафной площади, да. Там вообще не было ничего опасного. И зачем Крыховик решил настолько безрассудно действовать в стиле Дмитрия Тарасова? Честно говоря, ну, не знаю, не понимаю. Смотрел я эти повторы и просто не понимал, что пытался сделать Крыховик. Но это только малая часть, да, всей игры Крыховика. Неправильные решения, неправильное развитие атаки, недобегание в зону. Сейчас Джегош примерно треть, наверное, от того Крыховика, который был у нас все начало чемпионата. И на Ювентус выходить с такой парой центральных полузащитников, вот в какой форме сейчас находились, да. Матч со Спартаковым, матч с Уфой. Матч со Спартаковым же там тоже, конечно, контратаки, но спартаковские, да. Но Крыховик там тоже провел очень плохой матч. И Баренов тоже был, ну, мягко говоря, не на высоком уровне. С Ювентусом, который атакует тупо по центру, да. Они практически не используют фланговые атаки. Без толковых двух центральных полузащитников, двух опорников нам ловить будет нечего. И это большая, большая проблема. Вы, наверное, знаете и помните, что я много раз говорил, что Локомотив может бороться с таким Ювентусом, какой я вот вижу по играм в чемпионате Италии в Лиге чемпионов. И в том числе видел своими глазами непосредственно в Турине. С таким Ювентусом Локомотив бороться может. Но для этого нужно, чтобы Локомотив играл на примерно 101% своих возможностей. Ну, а если сыграет на 150%, то и побеждать эту команду можно. В общем, я надеюсь, что Криховик копил всю свою силу, всю свою энергию именно для ответки с Ювентусом, чтобы показать, что вот мы можем, мы будем. Если Джегош не сыграет в свою силу, я думаю, что мы отхватим от трех, и это будет очень грустно. Второй момент, который меня очень-очень сильно беспокоит, это психологическое состояние команды. Есть ощущение, что хорошей игрой в Турине команда немножко взлетела в небеса, и теперь думает то, что, ну, особо не надо напрягаться, все будет получаться и так. Смотрите, не особо напрягались там с Оренбургом, победа, не особо напрягались с Арсеналом, победа. С Ювентусом поднапряглись и чуть-чуть, вот чуть-чуть, там 15 минут не хватило. А так бы, ууу, очки на выезде с Ювентусом. Но это неправда. Мы могли зацепить одно очко в Турине, вполне могли, да, там чуть-чуть по другому обстоятельства сложись, но мы не играли на уровне Ювентуса. Это был бы отскок, я думаю, что все это понимают, все это, ну, не будут на меня сильно агриться. Это действительно был отскок, в этом нет ничего ужасного. Локомотив слабее, чем Ювентус по составу, по любым критериям, каким не сравнил. Локомотив слабее, чем Ювентус. И сыграв на 101% от своих возможностей, мы вполне могли зацепить эту ничью, как вот там есть сейчас примеры. Не хочется переводить пример Славио, да, она действительно неплохо играет, неплохо заставляет понервничать и Интер, и Барселону. Ну, есть и другие примеры, да, что команда явно слабее, вполне может соперника более сильного уровня остановить. Но при этом это все равно, да, там, в случае с 10 матчей, в 9 она проиграет, в одном зацепится за очки. Вот примерно то же самое. Но следующие матчи после Ювентуса показывают то, что напрягаться Локомотив по-прежнему не очень хочет. Он не очень хотел напрягаться в матче со Спартаком. Да, а что, мы уже великие, мы уже, у нас все хорошо, мы можем обыгрывать команды в Лиге Чемпионов, а Спартак в каком-то разобранном состоянии. Ну, мы так в полноги выйдем и сейчас что-нибудь им заковыряем. Вполне могли даже заковырять, на самом деле. Я потом смотрел повтор первого забитого мяча Спартака, и если вы чуть-чуть внимательно посмотрите, с чего начиналась атака Спартака, вы увидите то, что Миранчук бьет по воротам, и из этих самых ворот мяч выбивает никто иной, как Эдер. То есть он пытался подставить ногу, чтобы мяч влетел куда-нибудь под перекладину, а мяч полетел из штрафной площади на ногу к Рыховику. Потом заблокированы удары и контратака. Почему Эдер не подставил ногу так, чтобы мяч залетел в ворота Спартака, и мы бы спокойно, возможно, спокойно довели бы мяч до победы 1-0, как это сделал Тульский Арсенал? Я не знаю, но вот такой вот у нас нападающий Эдер то забивает, то выбивает мяч из чужих ворот. Ну, все могло пойти по иному сценарию. Роль эпизода в футболе, она настолько велика, что заниматься каким-то разбором, честно говоря, после таких вот моментов вообще не хочется. Матч мог закончиться сухой победой Локомотива 1-0, а закончился разгромным поражением 0-3 от Спартака. И чего тут анализировать, блин? И с уфой, да, вот тот тайм, что я зацепил, вот у меня складывалось полнейшее ощущение, что футболисты вроде и могут играть в футбол, но делают это как-то, ну, совершенно нехотя. Это совершенно не та команда, которая была перед игрой в Турине. Это меня очень сильно беспокоит, потому что, ну, вот действительно разница в психологическом состоянии, она очень сильно заметна. Там, где мы до Турина боролись, вырывали, выгрызали мячи, да, пускай там тоже что-то не получалось, да, мы играли в очень усеченном составе и, ну, были проблемы. Откровенно, у нас были проблемы, и мы выгрызали результат во многом превозмогая обстоятельства. А вот в матчах со Спартаком и Суфой, со Спартаком я в основном по хайлайтам сужу, а Суфой по второму тайму. Ощущение было, что вся команда то ли в предвкушении матча с Юве, да, это в идеальной ситуации, что вот они настраивались на матч-ответку, завтра как выдадут феерию и покажут этим туринцам, где раки зимуют, и потом пойдет по накатанной. Но вот есть и более пессимистичный вариант, в котором Локомотив завтра проиграет Ювентусу, и после этого в отвратительном моральном состоянии докатится еще месяц до окончания сезона и уже себя не найдет. Не хотелось бы такого варианта, нужно себя как-то за уши вытаскивать. Но вот игры со Спартаком и с Уфой, это, конечно, было очень и очень грустно. И в том числе, да, в том числе, потому что Локомотив не меняется. Локомотив пытается гнуть одну свою линию, и ничего не получаясь, Локомотив не предлагает ничего нового. Да, это в том числе, потому что и ресурсов у Локомотива не очень много, но они есть. И если с Спартаком, да, можно сделать скидку на то, что Спартак пускай сейчас находится в плохом состоянии, но там собраны качественные футболисты, которые в конкретном матче собрались и выдали свой максимум, то, на что они способны. Но вот против Уфы у нас были варианты, как пытаться изменить игру схематически. Да, мы долбились просто в одну и ту же точку, и, ну, не получалось. Мы ничего не создали, кроме навеса на Эдера и прохода Мирончука. Это эпизодические вещи, которые могут получаться при любой абсолютно расстановке, схеме любых футболистов. Никакой попытки изменить что-то, да, там играли 4-1-1, 4-1-4-1, перестроиться на 4-2-3-1, на 4-4-2, на 4-3-3. Ну, вот что-то попробовать, взять Уфу хотя бы какими-то изменениями. Вот этого нету, и это очень сильно беспокоит, потому что вот в ситуации с психологическим спадом, я уже много раз это говорил, да, что после Ювентуса, после того, как ты морально выложился, ты не можешь чисто физически, ты не можешь выложиться точно так же в матче более низкого уровня, по твоему мнению. Ну, как бы после Спартак... На Спартак, ладно, проиграли 3-0, но с Уфой уже нужно было выкладываться на полную, но команда прозябает в этом своем... в этой своей психологической яме. И вот в этом случае надо команду встряхивать изнутри, на мой взгляд, как я это вижу, как это часто бывает у команд, участвующих в Лиге Чемпионов, в топ-чемпионатах, да, там во всяких Барселонах, Бавариях, Реалах и прочих командах, которые что-то пытаются сделать для того, чтобы, ну, взбодрить команду. Изменение схемы, изменение состава, да, качественно, чтобы вот новые игроки выступали. Они, может быть, они тоже не сделают результат, но ты хотя бы пытаешься. А матч с Уфой, после того, как мы пропустили с пенальти, просто было унылым наблюдением того, как мы пытаемся защитить ничью и не боремся ни за что больше. За таким наблюдать, честно говоря, неинтересно. И, ну, вот у меня такой отдых от футбола, я особо и не напрягался, да. Если бы вот я в своем обычном режиме смотрел, я бы очень сильно плевался и горел от того, что я видел, потому что это неинтересно смотреть, за этим неинтересно наблюдать. Это возвращает нас к тем вот локомотивам прошлого, с которыми было неинтересно. Что мне нравится в текущих локомотивах Палыча, в текущем локомотиве Палыча, это вот его гибкость, его реагирование на изменяющуюся ситуацию. Сейчас это действительно пропало. Я уже не могу найти никакого оправдания тому, что у нас нет замен, что наши замены происходят исключительно для того, чтобы на 90 плюс минутах потянуть время. Нету этому оправдания в матчах, в которых вот ничего не получается, да. Когда мы ведем 1-0, вопросов нет. Там 2-1 вопросов нет. Палыч пытается сохранить то, что кое-как работает, а одна замена может что-то повернуть. Но когда у тебя уже плохо, они сейчас с Уфой, на мой взгляд, это нехороший результат, да. Мы могли в этом матче претендовать на большее. 0-3 от Спартака, это плохой результат. Мы точно должны были и могли претендовать на большее. Но в этих матчах мы все равно не делаем более интересных замен, чем выход Коломейцева по позиции. Это расстраивает. И я надеюсь, что сейчас пройдет ключевой матч, ну не ключевой, но такой краеугольный матч с Ивентусом. И мы все-таки увидим в следующих матчах более интересный локомотив, более свежий, более авантюрный, может быть, да, более смелый в решениях тренерских в том числе. Ну, потому что я люблю наблюдать за локомотивом, который не боится своего соперника, не боится самих себя. Наблюдать футбол, в котором мы играем с Цуфой от обороны и от того, как бы не ошибиться, и все равно ошибаемся просто в 99% передач, это не очень интересно. Ну, сейчас Ивентус, и прежде всего, да, что нам нужно сделать по сравнению с матчем с Турином, это, ну, кроме того, что нужно все-таки, блин, концентрацию держать не 70 минут, а 93-95 примерно, да, в зависимости от того, сколько сюда тебя добавят. Концентрация, концентрация, концентрация. Мы идеально держали концентрацию в игре с Байером, позволили там вот буквально чуть-чуть создать, но в целом вот именно по концентрации вопросов не было. С Атлетика концентрацию потеряли, и потом это нам вылилось в два гола, и мы потом начали давить Атлетика. Но вот опять же креугольный камень — это потеря концентрации в эпизоде с Аутом, в эпизоде с нашим, собственно, угловым, по-моему, да, когда Игнатьев махнул мимо мяча ногой. Потеряли концентрацию в игре с Ювентусом, когда, ну, в довольно простом эпизоде, пас направо, пас обратно в центр, мы вдруг обнаружили то, что у нас дырище в центре поля, и Дебала бьет абсолютно без помех. Ситуация, в которой и до этого мы всегда накрывали игрока с мячом. И потом концентрация Идову, которая упустила того же Дебала на добивание, и все это в течение двух минут. Если концентрация будет на уровне той же игры с Байером, все будет чуть более выполнимо, чем это видится большинству экспертов. Мне нравилась тактика, которую избрал Семин на первый матч с Ювентусом, потому что, как оказалось, действительно флангов у Ювентуса нет, и они стараются атаковать именно по центру, войти с мячом в штрафную, пробить издали. С этим можно справиться, насытив двумя-тремя линиями именно вот узкий отрезок перед штрафной площадью и внутри штрафной площади. Надо, наверное, да, надо придерживаться того же плана, но, конечно, дома нельзя не контратаковать. В этом была, ну, очень серьезная проблема второго тайма матча в Турине, потому что, если в первом мы еще хоть как-то что-то пытались цепляться, а в втором тайме уже перестали это делать, и, конечно, в таком случае долго ты от Ювентуса не прообороняешься. Я надеюсь, что дома, я не знаю, Смолов вроде как опять, да, по сообщениям того же Палыча, готов принять участие в матче, но, как мы знаем, это вообще ничего не значит, и вполне возможно, что он даже завтра, сегодня для вас не попадет и в заявку. Ну, в любом случае, нужно пробовать играть чуть более агрессивно, и главное, что с этим Ювентусом можно играть агрессивнее. Все команды из серии А это спокойно делают, и не так страшны контратаки Ювентуса, как это представляется. Да, да, они здорово бегут, да, они там хорошо понимают друг друга, но с этим можно справляться. Не обязательно 90 минут проводить в своей штрафной площади, как это сделал сегодня Зенит в матче с Лейпцигом. Поэтому, если мы снова постараемся выйти и отстоять 0-0, то, скорее всего, действительно нас ничего хорошего не ждет. Но, как обычно, я верю в Локомотив, и посмотрим, посмотрим, что же наши парни преподнесут. Ну, и в качестве небольшого анонса, все, я уже вернулся к рабочему состоянию, поэтому после матча с Ювентусом, ну, с большой долей вероятности, постримим, обсудим уже более детально, более в интерактивном режиме. Я что-то могу сказать, поотвечать на ваши вопросы. Так что, до связи.